Хорошо, у нас время сегодня, чтобы поговорить на одну животрепещущую, если не самую животрепещущую песню. Кстати, Иисус Христос говорил, и недавно я об этом очень хорошую проповедь говорил, о том, что если кто даст чашку холодной воды праведнику во имя праведника, уже не потеряет награды. Объявляю конкурс на маленькую бутылочку холодной кока-колы. Кто-нибудь принесите мне, и не потеряйте свои награды. Никто не побежал. Что то? Нет, кока-колы. Мне надо газ, чтобы хорошо проповедовать. Ладно. Сегодня у нас тема, и мы там уже оба наливай. Холодная? Не очень. Не успел остудить? Спасибо, Господь тебя благослови. Забирай, а то я все выпью. Мы только что там уже начали говорить, кто там был в палатке, когда это... Ого! Ого, вы перекинулись. Мне есть несколько вопросов с той палатки, может с них и начать. Я всегда боюсь вопросов этих, потому что их миллионы, и на все не ответишь, и не все перечитаешь. Но пару вопросов, которые меня зажли. Ага. Пару вопросов, которые меня зажли. Мне там нету? Вчера там какая-то скатерть лежала. Нету такой скатерти? Никакой на столе вот там? Чтоб постелить, потому что компьютер сползает. А ну, братья. О! Что ты такое? О, молодец! О, нормально! КБИ форевы! Вот так. Хорошо, спасибо тебе. Нормально. Просто вопросов много. И вообще-то мое правило, мы с вопросов... Я начинал с вопросов... Я любил эти вопросы, мы задавали, мы проповедовали в 89-м году в тюрьмах, и мы любили эти вопросы. Но с другой стороны, в чем сложность ответа на вопросы? В чем сложность ответа? Я скажу, в чем сложность. Сложность вот в чем. Сложность в том, что ситуация неординарная, и на все вопросы, ну, даже хоть сколько у тебя мозгов, ты все равно не ответишь. Я привожу в эту тему пример один такой. В Америке, я читал эту историю, есть колледж, в котором мучат банковских работников. И 4 года люди, которые там мучаются, изучают, как выглядят настоящие доллары. И ни одного дня не тратят изучать, как выглядят фальшивые. Кто знает, почему? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если ты знаешь, как выглядят настоящие, ты легко определишь, как выглядят. Поэтому в своих семинарах я все-таки придерживаюсь того, чтобы говорить о том, как правильно, потому что неправильного гораздо больше у нас не успеет. Хотя, конечно, некоторые вопросы, некоторые вопросы меня, они просто напрягают. Просто напрягают. Знаете, и не знаешь, и чувствуешь себя просто беспомощным для того, чтобы отвечать, отвечать на эти вопросы, ты не понимаешь, в них боль. В них боль. Хотя, ты не сможешь ответить, потому что, знаете, один мудрец на Восточной, когда ему говорили о какой-то проблеме, связанной с другим каким-то человеком, он вот так сидел. Тот говорит, что ты меня так слушаешь на одно ухо? А он говорит, а этим ухом я буду слушать того, кто про тебя рассказывает. Do you understand me? Когда слушаешь одного мужа, нужно так держать. Потом приходит его жена, нужно так, в полуха. Потому что у каждого есть свой взгляд на ситуацию. У каждого есть своя проблема. Человек по природе, он самый лучший адвокат для себя. И в любой ситуации он все равно будет. Знаете, исцеление часто начинается там, когда человек, когда человек, он просто будет начинать себя исправлять. В некоторых консультациях я давал, возьми, напиши список. Напиши список, чем твой муж недоволен в твоей жизни. Чем недоволен. Да что я ему делаю? Да не, не, не говори, пойди напиши. И они начинают писать, и там начинают проявляться. Потому что Дух Святой помогает. Ну такая записка. Скажите, что это за проявление, когда брат говорит, что если мы вместе не будем, я что-то с собой сделаю. Какой давать ответ на такое заявление? Купи ему веревку. Не вздумай, никогда не вздумай из-за таких вещей выйти замуж за такого типа. Первое. Обычно я думаю, что это человек холерик, а холерик никогда не сделает то, что обещает. А меланхолик, он сделает такое, но он не будет обещать. Поэтому холерику легко можно веревку купить и мыло там, или свечку, чтобы веревка скользкая была. Он просто болтает. И часто он делает это только из-за того, что он сам себя любит, и ему обидно, что его такого парня отвергают. И если ты согласишься, дорогая сестричка, на такого кадра, это будет муки всю жизнь. Он все время так будет. Он все время так будет. Чи иснует дружба между хлопцами и девчиною? Иснует. Что, вы не знаете? Иснует. С дружбой с хлопцами и девчиною три двери. Трое дверей. Все называются на букву Б. Биль, блуд, брак. Иснует дружба. Чего не иснует? Вы же знаете. Я только не верю в дружбу между хлопцами и девчинами. Давай в шахматы пограем. И если девчата еще, мы потом будем говорить, если еще девчата, они романтически настроены, потому что главное устройство, принимающее информацию, у них ухи. У девчат маленькие, но лапши помещают много. То у хлопцев самое главное, это глаза, они смотрят. И даже в шахматы играют, он смотрит, это как рентген. Поэтому дружба между хлопцами и девчинами в христианском аспекте, я считаю, неможлива. Неможлива. Она очень опасна. Там очень много боли бывает. Там очень много страданий бывает, которых легко можно избежать. Что делать, если тебе сделали больно парень из-за родительского вмешания? Ну, так он все время будет тебе больно, потому что мама и скажет ему, сделай ей больно. Он и сделает. Поблагодари Бога, что узнала это и скажи, до побачения. Родители вмешатся. Родители очень много разрушили семей своих собственных детей. Они вероломно поступают против... Пять лет назад я почула голос всередины, что хлопец, которого я впервые увидел, это мой будущий человек. Я его не знаю. А спильные друзья говорят, что мы совсем разные. И он не звертает на меня внимания. Это голос от Бога? Не знаю. Голоса это такая штука, очень странная и страшная иногда. Миссионера одного поймали в джунглях, кинули под ноги вождю. И он, прощая жизнь, говорит, все, это конец. И вдруг слышит голос, это не конец. Да? А что делать? Возьми он камень и шарахни вождя в лоб. Он схватил и шарахнул. Слышит голос, теперь конец. Хотя, например, моя мама, она была угнана в Германию. И когда она вернулась из Германии, молодых братьев, христиан, они погибли. Кто в войне, кто в концлагерях. И не было за кого. Моя бабушка, ее мама, она говорила, выходите замуж за неверующих. Четыре ее сестры, или пять, они вышли замуж за неверующих. Моя мама сказала, я останусь на всю жизнь одной, за неверующих не пойду. Конечно, ад это еще страшнее. Но те ее сестры, которые вышли замуж за неверующих, они практически жизнь провели в аду. Уже здесь. Уже здесь. Это был кромешный ад. Моя мама сказала, я не выйду. И когда она сидела в собрании, через две недели после этого заявления, в церковь зашел молодой мужчина, сорока лет. Он только-только освободился из тюрьмы. Он сидел за хулиганством, в тюрьме уверовал. И десять лет он уже сидел в тюрьме, как христианин. И за это очень много пострадал. И когда он зашел, она услышала в сердце. Я прислал тебе мужа. Она глянула, она сказала, зацеган и пиду, вен лысый. И все. Через несколько дней ее приглашает пастор к себе. Понурка говорил, говорил, это очень известная личность христианства. Он говорит, Маруся, мне Бог шепнул, что он тебе мужа прислал. Моя мама говорит, за лысого не пиду. Она говорит, ты даже знаешь, о ком речь? Он говорит, Маруся, если нам двоим сказано, значит, никуда от этого не денешься. И она вышла замуж. И теперь я здесь. Что это такое? Да ты взяла. Не, я не смогу тогда добраться. Хоть чуть-чуть надо семинар. У меня записки идут, идут. Как церковь может бороться с бабником? Обрезание. Вот это интересно. Я с детства верующий, я хочу в церковь, прошу в церковь, прошу Бога для себя, мужа от Бога. И вот в нашу церковь пришел человек, покаялся, принял крещение и делает мне предложение. Мне страшно, так как он только пришел с мира. Вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы этот человек окреп в Господе, прежде чем строить семейные отношения. У нас в церкви существует мораторий. На парней, которые приходят из мира, три года он не смеет думать ни о каком замужестве, о женитьбе. Он должен укрепляться в Господе. Он должен укрепляться в Господе. И это однозначно. Я наших сестер и всех, где бы ни было, я предупреждаю. Старайтесь, молитесь о том, чтобы выбрали такого, такого, чтобы вам подходящий был. Я имею в виду, сейчас много ребят из тюрьмы выходят. И они приходят в церковь, у них глазки разбегаются, а тут цветочки такие, одна, другая лучше. Жалко, что пять нельзя замуж взять или десять. Но я хочу вам сказать, это так страшно. Мое правило такое, если ты сохранила себя в чистоте, сохранила себя в чистоте, если ты сохранил себя в чистоте, если у него не было никаких происшествий, старайся выходить за такого или жениться на такой. Если человек прошел Крым и Рим, мне жалко, что такое случилось, но женись на такой самой, лучше поймете друг друга, лучше выстроите отношения. Я вообще говорю, и это уже наука подтверждает, о том, что это очень правильно, что христианство учит хранит себя в чистоте и святости. Это очень правильно, это очень правильно. Это настолько правильно, что пусть Бог благословит. Ни в коем случае, я никому не советую. С мира пришел красавец парень, и давай, пожалуйста, никто вообще его не знает. Покаялся, слава Богу. О, нормально, развивайся в Господе. Я как пастор, я как пастор, с большой еще долей осторожности, я через три года могу реально сказать, что за человек, кто такой, чтобы потом на него положить руки. Чтобы положить руки. Люди ради того, чтобы там, как они говорят, выбрать человека, они согласны. И крещение принять, и ходить, но если они не утверждены, пусть Бог хранит. Я не буду читать дальше записки, потому что они нас отвлекут. А я все-таки хотел бы поделиться словом. На семье и браке. Конечно, первое, что мы должны уяснить, о том, что брак – это изобретение Бога, а не дьявола и не человека. Это Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Если вы внимательно прочитаете Библию, то вы обнаружите, что перед тем, как Бог сделал для Адама Еву, Он дал ему повеление назвать всех животных. И в 19 стихе 2 главы написано, что «И не нашлось для человека помощника подобного ему». Я делаю из этого вывод, что Адам всматривался в этих всех животных и искал себе подружку, друга искал в жизни. И он не остановился. Не на жирафе, потому что до той на третьи сутки доходит. Ни бегемота не выбрал, ни шимпанзе не выбрал. Где ты их берешь? Так, вы там на столе где-то собирайте их. Пусть сюда не бегают. На стол несите. Да. И Бог создал для Адама Еву. Фактически этот один образ рождает в нас один четкий такой принцип. Доверь свою нужду Богу. Доверь свою нужду Богу. Все наши многие вопросы, которые звучат, они свидетельствуют о нашем отсутствии доверия, полного доверия для Бога. Они свидетельствуют о том, что отсутствует доверие. Потому что если человек, вот даже в этой ситуации, Бог это сказал или не Бог сказал. Но если я живу, что мне надо делать, если Бог сказал? Хорошо, вот этот парень зашел и Бог сказал, это твой муж. Ну что надо делать? Надо прийти, сесть у его ног, как руф у ног Ваоза легла, спать. Что надо делать? Просто живи. Просто живи. Просто слава Богу. Просто двигайся. Если я верю, что это Бог сказал, никуда не уйдет. Уже на самых ранних подступах, допустим, мыслях о браке, у молодежи просыпается там чувство ревности. Она еще никто, он уже, ты с тым не разговаривай, и с той не разговаривай, а что ты с той, и начинаются эти конфликты. Я никогда в жизни не ревновал в свою жену, потому что я был уверен о том, что это выбор мой, он Богом благословен. Ревность происходит из неуверенности. Ревность происходит из-за того, что я ставлю себя, например, если бы я ревновал в свою жену, то я бы поставил себя на ее место. И когда в моем окружении, в нашем окружении, есть какой-нибудь человек, и я бы поставил свои вкусы, начал бы сравнивать его с собой, ее глазами, за нее, она даже не знает об этом. Я бы принимаю решение, я бы на ее месте выбрал бы у того, и я начинаю ее в этом подозревать. А ей никто другой не надо. Ревность оскорбляет. Поэтому, когда мы еще не женаты, какая ревность может быть? Ревность – это уже признак какого-то неправильного состояния. Доверяя Богу, доверяя Богу, мы можем быть абсолютно спокойными. Если моя жизнь угодна Богу, если она правильна, я реально защищен Богом. И, вы знаете, здесь есть тяжелая записка, что жена заявила мужу после четырех или пяти лет о том, что она его разлюбила. Она его разлюбила. Ну, что я могу сказать? Конечно, я такие трагедии встречаю постоянно. Что могу сказать? Конечно, мне надо было разговаривать с двумя. Как они женились? Как они встречались? До какой степени они позволили себя вести на своих свиданиях? Может быть, ей эти вопросы? Как они выбирали друг друга? Какие обстоятельства? Есть ситуации, когда девушку там парень бросил, она на зло ему выходит за первого попавшегося. Кто предложит, вышла. А там нет. Движущая сила брака – это любовь. Любовь, которая покрывает множество недостатков. У нас в церкви, я говорю и учу, где бы ни было, я говорю, я против свиданий. Я имею в виду свидания там, где-то в кушнику колын и соловей спевая, знаешь. Я согласен, когда парень и девушка вот на такой конференции где-то, когда все видно, сядут и пообщаются, и познакомятся. Но я категорически против, потому что, когда двое уединяются, они даже не знают степень силы искушения, и особенно это у парней, хотя в последнее время наблюдается у девчат. У девчат дьявол посылает определенный страх. Ты замуж не выйдешь, ты замуж не выйдешь, и они потом бросаются во всякие тяжкие, лишь бы все-таки свершить. А потом, знаете, говорят, и бросить жалкой, и нести важко. Дьявол извратил это все, но Библия дает нам четкие принципы, как нам встретить свою тихо жизнь, и как нам найти. Сегодня уже говорилось там на нашей встрече о том, что это второй по важности выбор после принятия Иисуса Христа Господом. это второй, потому что Он имеет на всю жизнь, слышишь, на всю жизнь, на всю жизнь. Если дается шанс, это один-единственный, но на всю жизнь. Я хочу серьезно, я хочу вас просто забить это в ваш разум, на всю жизнь, нет вариантов, на всю жизнь. Мир предлагает варианты, у вас нету. Вы должны один раз сделать этот шаг, и дальше идти. И поэтому это очень важно, как сильно надо молиться, чтобы это было благословенно Богом. Как сильно. Я сегодня уже два раза повторял, и вам сейчас повторю. Первое определение, которое должно нами руководствоваться, Псалом 126. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие Его. Напрасно. Если Бога не призовем в наш выбор, если Бога не позовем, чтобы Он благословил нас. Если мы не будем смиряться перед Ним, мы обязательно можем очутиться под этим приговором. Напрасно. Напрасно. Нам нужно благословение Божие. Мы не можем управлять своей жизнью до конца. Мы не способны управлять своими эмоциями. Мы не способны обуздывать свой характер. Только с Богом мы можем. И поэтому Бог говорит, напрасно. Напрасно. Библия говорит о том, что Господня земля и все сферы Его и Его присутствия полны им. Если мы что-нибудь начинаем строить, нормально спросить у Бога, помоги мне это строить, иначе напрасно. Дальше второй стих. Он говорит, если Господь не оградит города, напрасно бодствуют строящие Его. Вот почему, когда я консультирую семьи, в которых там трещины и уже развалены, я всегда спрашиваю, вы все еще боитесь Господа. Вы все еще боитесь Господа. Вы еще боитесь Господа, тогда есть надежда. А если нет, тогда уже надежды нет. Это мало. Вы все еще боитесь. Здорово, когда оба говорят, я боюсь Господа. Хотя обычно говорят, я боюсь, но на самом деле, если боишься, тогда исполняй заповеди Его. Заповеди простые в отношении брака. Заповеди простые. Мужья, любите своих жен. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предался за себя за нее. Это жертвенная любовь. Это любовь, которая не требует себе внимания, а требует отдачи для того, кого любит. Любит так, чтобы отдавать. Любит так, чтобы отдавать. Сегодня мы живем в век потребления. Мы вчера говорили об этом на другом семинаре. Нам все, мне, мое. Почему ты выходишь замуж? Ну, мое. Мне надо, мне надо, чтобы меня охранял, мне надо, чтобы меня носил. Мне надо, чтобы мне кофе приносил. Кофе. Мне надо. Мне надо, мне надо. Очень здорово, фактически, непобедимая семья, когда встречаются двое, которые так любят друг друга. Я хочу посвятить свою жизнь тебе. Я хочу посвятить вдвоем. Вдвоем отвечают на эти потребности. Вдвоем отвечают. Вдвоем отвечают. Ребенок заплакал. Я встану. Да лежи, лежи. Я встану. Да нет, тебе же рано на работу. Да нет, я встану, дорогая. Ты же целый день с ней. Я встану. Вот это семейка. Вот это семейка. Не всегда так получится. Но запомните сегодня, запомните. Брак это место отдачи, а не там, где мы берем. Это место отдачи. Для того, чтобы брак состоялся счастливым, нужно идти туда отдать себя, посвящать себя. Посвящать. Апостол Павел, хоть это для вас может еще далекий, но он говорит о том, что муж и жена не властны над своим телом. В браке куча всяких ситуаций возникает. Но Павел говорит, ты не имеешь, ты должен отдать себя. Жена на тебя имеет власть. Муж имеет власть. Сегодня пацаны, они потерявшие ответственность. Сегодня проблема. Дьявол во все времена убивал мужиков. Дьявол во все времена мужчин убивал. Мы помним историю, когда был священник Илья. Четыре тысячи на войне погибло. Потом тридцать тысяч на войне. Дьявол знал, если он разберется с мужчинами, с женщинами и детьми, он разберется. Сегодня мужчины, потерявшие ответственность. Сегодня мужики вспоминают, что даму надо пропускать вперед, когда заходят с женой в темный подъезд, и лампочки не горят. И они говорят, дамы вперед. И слухая, дойдет до четвертого этажа, никто по голове не стукнул, а потом сам герой идет. А Иисус Христос, Павел пишет, что он должен, подожди, здесь темно. Пошел так. Раз, на четвертый этаж вышел, съел все, сбежал вниз, взял на руки, вынес. Не, я так не делаю точно. Не, ну, в темный подъезд захожу первый, но на руках уже не ношу. Отдать. Первое, мы говорили, пригласить Бога в свой выбор. Второе, что? Быть готовым отдавать, посвятить себя тому. Посвятить, потому что без этого не будет. Не будет. Я спрашиваю, задаю вопросы, что выходишь замуж, что женишься? Паханы надоели. Такой ответ. Я думаю, что ж получится в этой семье, если речь не идет, я его люблю. Если речь не идет, я хочу свою жизнь посвятить тому, кого любит душа моя. Родители надоели. Одна девочка говорит, всю жизнь мной командовали, хочу и я, наконец-то. И есть такие командирши? Командирши есть, которые так и остались одни. Командирши. Я сегодня говорил, женщина может быть умнее своего мужа. И желательно даже. Но умная жена не показывает этого. Анатолий Иванович Клиновский говорит, если жена умная, она мужу идеи умные дает и хвалит его за то, что такое дело доброе сделал. А глупая говорит, ну ты ж тупой. Если б не я. Моя жена часто меня ранит. Мы с ней много ездим. И я ее спросил, говорю, батюш, у нее там была куча всяких предложений. Я говорю, ну кем бы ты была, если б за меня замуж не вышла? Она говорит, я была бы женой известного проповедника. А кем бы ты был, не знаю. Она ранит меня. Вот такая трудная у меня жизнь. Когда мы приходим к Богу и просим, мы приходим к любящему отцу. Иисус Христос говорит, какой из вас человек, какой из вас отец, если сын попросит хлеба, даст ему камень, если попросит рыбы, даст ему змею, если попросит жену, даст ему змею. Ну какой из вас отец? Он говорит дальше. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние добрые давать детям вашим, тем более отец небесный даст благо просящему него. Служите. Почему мы не верим? Знаете, почему мы не верим, что Бог управляет нашей жизнью? Знаете почему? Потому что мы себе ставим оценку, что я не совсем достоин. Мы знаем, какие вещи неправильные мы делаем, и мы стыдимся приходить к Богу и просить у Него. Но это же так просто. Прийти с покаяния к Богу. Просить перемен. Мы здесь за эти дни столько раз молились, столько раз молились, столько раз обещали. И это очень важно, чтобы мы уразумели. Бог не хочет превратить наших женщин, наших жен в каких-то дефективных домохозяек, которые ничего не смыслят. Он не хочет. Но с другой стороны, Он и не имеет в виду, что жена, она должна быть просто такой моделью, которая ни за что не прикасается. Мы, может, зацепим обязанности мужа и жены, и мы поговорим об этом. Очень важно, чтобы мы были правильными перед Богом. Потому что мы, те, которые знаем истину, истина для нас открыта в Иисусе Христе. Итак, чем мы живем? Какими ценностями руководствуемся? Как мы подходим к самому важному вопросу в нашей жизни? Конечно, я могу сказать о том, что если говорить о браке, может, много можно тем избрать. Много тем. Но у меня четыре темы, которые обозначены и за две темы. Спасибо большое. И за две темы, может быть, за одну тему я точно с вами не буду говорить. Я точно с вами не буду говорить. А две нормально. Первая, конечно, тема – это выбор партнера. Это прелюдия брака. Прежде чем строить, нам нужен план. И прежде чем свадьба, нам нужен также иметь план. Для благословенного брака нужно спросить у Бога, каков твой план. Вторая тема – это огромная тема. Это молодая семья и родительский дом. Мы уже зацепили эту тему. Столько родителей из-за своей слепой, слепой и немудрой любви разрушают молодые семьи своих собственных детей. Разрушают семьи. Мы поговорим. И третье – мы, конечно же, зацепим, чуть-чуть зацепим. Слегка семья, как это место, когда мы отвечаем на потребности друг друга. И потихоньку пойдем с Божьей помощью. У нас, к сожалению, не так много времени, но Бог поможет нам, самое главное – сказать. Итак, выбор партнера – это важный процесс выбора. Чем мы сегодня руководствуемся в нашей жизни? Мы руководствуемся навязанными стереотипами. Если вы иногда бывали в каких-то музеях или смотрели какие-то репродукции известных картин эпохи Возрождения, то, конечно, там мужчины, мужчины еще более-менее, они похожи на сегодняшних мужчин, но женщины точно отличаются более обычными формами. Они полные, красивые, такие все, знаете. Сегодня стандарт изменился. Сегодня тощая, как селедка – это символ красоты. И, знаете, даже страдают. Я знаю, что многие в Америке даже в суд подавали на компанию, которая выпускает куклу Барби. Полные девушки попадают в страшные депрессии, потому что Барби – это символ красоты. И сегодня мы живем в век, который называется век гиперсексуальности, когда даже извращенцы сегодня норовят прямо с первого класса детей учить о аминтимных отношениях и все прочее. И поэтому стандарты навязаны. Не секрет о том, что даже христианская любовь, она все равно, христианская молодежь, она все равно смотрит и фильмы, смотрит всякие не очень хорошие сериалы, и, не дай бог, еще и похуже что-то смотрит. И там определенные стандарты формируются. Определенные стандарты. И эти стандарты влияют фактически на разжигание похоти, а не углубленное размышление о том, что мне в жизни надо. Что мне в жизни надо. И я хочу вам сказать, Библия говорит очень четко, миловидность обманчива, а красота суетна. Что имеется в виду миловидность обманчива? Я всем девчатам говорю, в период, когда вы подготавливаетесь уже к свадьбе, пожалуйста, воздержитесь от косметики. Пусть вас он раньше увидит, как вы выглядите. Потому что если вы будете наштукатурены, а потом, случайно, после свадьбы, он увидит вас умытой и будет орать, кто ты такая, как ты проникла в мою спальню. Ну скажите, честно, дайте, не надо вслух кричать. Вам интересно, что ваш избранник полюбит вас за то, что вы наштукатуритесь, накраситесь, веки сюда заделаете, ногти наклеите такие. Конечно, это удобно, я мечтаю тоже иногда про такие ногти. Вилку не дали, так отбивную наколол. Но парней такие ногти пугают страшно. Я хочу вам сказать, может, я уже старый человек, мне 54 года, а они абсолютно нисколько не привлекают. Все искусственное, оно пошлое, слышите? Искусственно пошлое, настоящее, то, что Бог создал, красивое. Сегодня в Америке есть магазины, где настоящие помидоры продаются. Там такие, как у меня в огороде, например. За них платят страшные деньги. Почему? Потому что настоящие. А те пластмассовые помидоры, их никто не покупает, только бедняки. Пусть Бог благословит. Это так, извините. Извините. Господь сказал, мы же говорили, нехорошо быть человек одному. Поэтому это воля Божья, чтобы люди женились и выходили замуж. Слово Божие говорит, нехорошо. И Он создал для Адама, мы говорили, этот вариант. Создал. Его. Как догадался Адам, не знаю. Но когда он увидел, когда он протер глаза, когда у него дыхание забилось, он закричал, это плоть от плоти моей, кость от кости моей, назовется женою, ибо взято от мужа. Ибо взято от мужа. И дальше написано, 2 глава, 25 стих. И были оба наги, и не стыдились. Мы только что на семинаре чуть-чуть трогали. Трогали. Это то, что всегда интересует, особенно хлопцев, раздеть свою избранницу. И я говорю, это можно только после свадьбы. Но я сейчас говорю, даже не о физической наготе, которой тоже девчата льнут. Даже здесь. Ходят спина до пояса, открытая, и вся в прыщах. Так круто смотрится, шоховается. Так круто смотрится. Мир этот построил, и девчата потеряли стыд. Ходят, лямки от лифчиков торчат, и думают, это так круто, еще после пятого дня лагеря, они не очень свежо выглядят. Стыд. Элементарный стыд, потерян. Элементарный стыд. И я всегда предупреждал, предупреждаю, на такие приманки поймаются только парни с неправильно настроенными глазками. На такие приманки. Боящийся Бога человек от такого шарахнется и убежит. Потому что у него другие ценности. Настоящий Божий парень, он как Иосиф, он трусливый. Только он увидит какие-то там всякие приманки, он сразу в глазах, Господи, помилуй, спаси, сохрани, и рванет оттуда. Это правда. Спасибо, брат. Мы должны понимать, мы Божий народ, мы Божьи дети. И все обещания, которые мы здесь даем, они должны иметь силу исполнять их, жить прекрасной Божьей жизнью, доверять Ему свою жизнь. Доверять Ему свою жизнь. И Гон никогда не пропустит мимо. Я только что тест сделал там. Я взял ценз такой возрастной от 25 лет, хотя это маловато. Надо было от 30 лет. Вообще б суперный результат бы был. От 25 лет и выше я предложил, все закрыли глаза, один я видел, ну может что, подглядывал. Я спросил сестер, поднимите руки, кому ни разу в жизни, ни разу в жизни не делали предложения. И там из наших, я не знаю, сколько там, две-три сотни людей было, может больше, может меньше. Подняло всего десяток рук сестер, которым не делали предложения. Но у них еще впереди, еще целых два дня Малина. Есть. Просто иногда мы ждем принца на белых парусах, с белыми парусами, на белом коне. Мерседес типа, Мерин, 220-й. Жизненные обстоятельства бывают разные. И очень часто молодые люди, христиане, меня это удручает, руководствуются очень поверхностными, несерьезными принципами при выборе партнера. Их интересует внешность. Голливуд воспитывает, журналы воспитывает. Они знают, что такое красота. И я не против. Я не против красоты. Но Библия говорит, миловидность обманчива. Ты можешь увидеть, но эта миловидность исчезнет. Мы с женой смеемся друг над другом. Я говорю, я тебя не такую брал. Она говорит, а ты себя помнишь. Я говорю, ой, давай забудем. У меня есть китель из армии. Я, конечно, не верю, что я так изменился. Мне кажется, что китель тоже как-то усох. Но одеть его у меня не получается. Он еле-еле на руке застегивается. Но это ничего не изменило. Мне моя жена столько раз, столько раз, не даже тогда, когда я мы в разлуке, это понятно, когда я есть, когда на месте, когда я вечером сижу, готовлю очередной какой-то семинар или конференцию, проповедь готовлю. Когда я сижу, она такая, любит пораньше заснуть, и она возле меня сидит, откнулась у меня сюда в плечо, сидит, уже почти спит, мучается на том стуле. Я говорю, Лена, иди, иди спать, иди поспи. Она говорит, нет, я хочу быть с тобой, я так тебя люблю. Я думаю, а ну сиди, детка, сиди. Мы 32 года вместе. 32 года. 32 года. Что происходит с нами? Я вообще не могу описать. Я говорю, Лена, давай напишем книжку про все, про все, про нас. А потом, когда в гроб нас положат, лапки сложим и скажем, читайте. И заснули. Потому что там такое, спасибо, там такое у нас, там у нас просто. 32 года. Невероятной любви. Куча минут молчания длиной в неделю. Невероятное, жгучее примирение. Потом выяснение, почему замолчали. Кто виноват? И все прочее. Это просто бурная жизнь. Меня здесь слушают все моих детей. Здесь все моих детей. Они слушают. А, не, извините, уехали сейчас. Нет, не всем. Кого тут нету? Двоих, наверное, нету. Да, Сашки, Янки нету. Пять. Меня с... А, Илешки нету. Ну, четыре вам хватит? Четыре свидетеля хватит? Пусть Бог благословит. Это правда. Это правда. Конечно, как поступают девушки и парню, которые открыли для себя, что воля Божия нехорошо будет оставаться одному. Конечно, во всех культурах на сегодняшний момент прерогатево делать предложение лежит на мужчине. Но женщинам Бог дал такую способность, что они могут побудить мужчину, сказать. Побудить. Но не так, как некоторые боевые девчата делают. Встречает какого-нибудь парня, ручник затянут на 14 щелчков, на тормозе полном. Говорит, ну, что, Коля, молчишь? А что говорить? Ну, скажи, что я тебе нравлюсь. Ты что? Это же грех. Да нет, Коля, не грех. Не грех. Ну, скажи. Ну, мамка узнает. Да ничего, мы сами ей скажем. Ну, нравится. Ой, ты мне нравишься. Ну, теперь скажи еще. А что еще сказать? Ну, скажи, ну, что? Ну, скажи, выходь за меня замуж. Ты что? Мамка ругаться будет. Да нет, ты взрослый уже. Да. Да. Ну, ну, выходит. Ой, да, я выходю. И потом всю жизнь с этим бегемотом возится. Всю жизнь. А он же такое есть. Он такое есть. Он все. И там бывают такие. Иногда женщины такие попадаются, что им такой плюшевый мишка и надо. Сказала, стоять стоит. Иди сюда идет. Иди отсюда тоже идет. Но это не Божий порядок вообще-то. Хотя он такой и есть. Не Божий порядок. Библия учит нас о том, что мы должны просто молиться Богу, вести себя правильно перед Богом. и Бог сам откроет. Бог сам откроет. Есть девчата, которые просто попадают в этот страх боязни выйти замуж. Это дьявол пугает. Дьявол пугает. Сегодня мой эксперимент показал возможность замуж выйти. Просто иногда, может быть, нам не тот. Я вам хочу сказать. Я вам хочу сказать. Очень часто красивые парни слишком много понимают, что они красивые. И от этого беда. От этого беда. Да, это круто. О, такой парень. Но если этот парень знает, что он красивый, это уже бывает опасность. Потому что я видел таких парней, которые кроме себя никого не любят. Они даже цветы дарят из-за того, что любят себя. Они руку подадут женщине, которая выходит, потому что любят себя. Они делают все ради любви к себе. И они так и будут делать. Они так и будут делать. У нас был братик один, который 11 раз сделал попытку найти свой аэродром семейный. Он предлагал сестрам. Он был странного вида. Очень серьезный и строгий взгляд. Мы даже в его молодости боялись. Думали, что он КГБшник этот пацан. Мы прятались от него на ночные молитвы, бегали, не говорили. Он все равно найдет и в 2 часа заходит. Нашел. И мы думали, аааа, он следит за нами. У него брови вместе все время были, и он так суровый. Он делал предложения. Он нормальный статуры, он хороший парень. Когда мы были еще болтусом, и у этого парня был хороший бизнес тюльпаны. Тюльпаны он продавал. У него была уже машина, шестерочка новенькая. У него дом был. Ну, девки шарахали сегодня, потому что он говорит, уходи за меня замуж. Одиннадцать попыток. Последняя сработала. Одна хорошая сестричка сказала, я согласна, я выйду за тебя замуж. У него не было никаких замечаний в его поведении. Он всегда был спокойный, скромный. Он был всегда в костюмчиках. Мы там, как обормоты, ходили в джинсах рваных, там, кирпичами дырки протирали. А он всегда в костюме. Она вышла замуж. У-у-у. Открылись глаза у многих. Они вдруг увидели. Это супер муж. Он так заботится о ней. Он так... Этот парень, когда мы еще были вообще во-во-во, он приходил, предложение делал. Предложение. У нас, таких, как я, даже в мозгах не было, чтобы цветок купить, подарить. Он приносил там пятьдесят роз принесет, подарит. Он все был. Девки не видели. Только когда Аня вышла замуж, они говорят, куда я смотрела? Просто она, она молилась Богу, она получила это откровение. А они ожидали какого-то другого парня. Боясь выйти замуж. Уже двадцать два. Никаких намеков. Скупая слеза, катится по щеке. Одевает наряд вдовства. Интересно, вас привлекают люди смурные, у которых нос почти до земли волочит. И он говорит, как жизнь? Ну, живу. Вас такие люди вообще привлекают? Никого не привлекают. Сестры, не надо обманываться, что если вы такое сделаете. Вас так все начнут просить вашей руки, потому что вам уже конец. От вас шарахаться будут. От вас будут шарахаться. Павел говорит, умоляю вас, умоляю, поддерживайте малодушных. Что такое умоляю, она в церкви знает. Прошу вас сделать то, что вам трудно. Умоляю. Моя жена хорошие торты печет. И когда она испечет торт, я ни разу не слышал, чтобы она говорила, дети, умоляю вас, срубите этот тортик. Умоляю вас, скушайте его. Нет, так она не говорила. Если она и говорила, умоляю, вас, не трожьте. Вечером гости у нас, умоляю вас. Итак, что такое умоляю? Прошу сделать то, что вам не хочется и очень трудно. И Павел говорит, умоляю вас, умоляю, поддерживайте малодушных. Кому охота поддерживать малодушных? Ты его поддерживаешь, а он опять упал. Ты его во вторник накачал, верь, Господь с тобой, да, да, с тобой. Поднимай руки, да, Господь, да, в среду приходил. И ты раз, и во второй раз умоляешь, третий, а потом, как увидишь, перебегаешь на другую сторону улицы. Потому что они высасываются. Нет, это не выход. Одевать себя на ряд старой девы, садиться на задний ряд, пошли на организацию. Да я уже отходил. Унылый дух сушит кости. Слышишь? Унылый дух сушит кости. Дал нам Бог не дух, а боязнь, и страха. Дал Бог силы, любви и целомудрия. Вот, что он нами руководит. Вот, что он нами руководит. Поэтому не надо делать. Не надо делать. Если дьявол тебе шепчет, ты замуж не выйдешь, скажи, сам не выйдешь. А я выйду, потому что воля Божия обо мне такая. я видел брак и в 20, и в 30, и в 40, и в 60, и в 70. Один раз я попался так сильно. Молодой 74, молодому 76. Я говорю, а зачем оно вам? Ну, дед так смутился чуть-чуть, а невеста его за плеча говорит, а Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Пусть Бог благосовет. Пусть Бог благосовет. Есть два варианта, которые девочки попадают и парни попадают в неправильное поведение, когда они приняли для себя откровение, что нехорошо быть человеком одному. Один вариант это флирт. Это не Божий путь. У парней он проявляется в пижонстве. Такое, ну, сегодня классное слово новое, гламурненький такое. Гламурненький, да, серебристые туфельки там, куцепиджатишка там и все такое весь себя на полированные ногтики и нахонят гламурненький и вышивают. Обычно у них в таких кармане там колода фотографий Дуся, Люся, Маруся, Валюся и они там все время ходят и они себе. На самом деле они любят себя и это просто страшно. Такого страшно, потому что на него дорого работать, хотя обычно у них ну, часы там может и Паток Филипп, но за за 100 долларов, а не за 60 тысяч долларов. Ну, такие там бывают моменты. Там все такое. Мы служим Богу. Я не говорю, что мы должны ходить как бомжи в оборванные или нечистые, не грязные, но мы служим Богу. И нашу внешность не использовать, нельзя использовать для того, чтобы кому-то мозги скручивать. Это великое достижение парня, когда он его объявляет, что он женится на вот этой сестре и в зале никто не ойкнет и не ёкнет и не пожелает. Господь, воздай ему за все, что он мне обещал. Аминь, братья. Не крутите мозги никому. Никому. Берегитесь. Когда к вам проявляют повышенное внимание сестры, такое бывает, удирайте от таких. Просто удирайте. Пусть вас не тешит ничего. Храните себя в чистоте и святости. Если есть какие-то чувства, стоит помолиться Богу и сказать, Господи, подтверди это. Это не должно так же быть по-детски несерьезно, знаете, как в школе мальчик говорит учительнице, я вас люблю, Нина Ивановна. Она говорит, я детей не люблю. Он говорит, хорошо, у нас не будет. Это должно быть серьезно, потому что, помните, мы решаем, делаем шаг длиною в жизнь. Длиною в жизнь. Другая сторона очень жуткая. Очень жуткая. Это страсть, похоть, задействованные на полную мощь. Она проявляется в парнях, мы просто говорим, говорили только, что флирт, пижонство, заигрывание, рисование. У девчат это тоже бывает. У девчат страсть, источник ее, плоть. А движущаяся сила похоть. Страсть очень похожа на любовь. Любовь тоже иногда ворует сон. Любовь тоже иногда делает человека мотивирован, какие-то подвиги совершать. Страсть еще больше делает. Чем разница между страстью и похотью? Любовь умеет, между любовью и страстью. Любовь умеет ждать, а страсть не хочет ждать. Если говорить о величайшем примере из Библии, то любовь Иакова к Рахиле стоила ему 14 лет напряженного труда. 14 лет. 14 лет он работал у дяди, 7 лет работал, не имея своей возлюбленной, потом получил нелюбимую каким-то образом, умудрился дядя ему подсунуть там Лию, а потом он все-таки Рахиль получил, и он еще 7 лет отрабатывал. Мы также помним жуткую историю о Мнона и Фомаре. Это была страсть. Он своему нечестивому другу сказал, я влюблен в эту, я любил. Он сказал, возьми, позови, притворись больным, позови, пусть кушать тебе предложат, приготовят, и там уже добьешься своего. Он изнасиловал свою сводную сестру. Он изнасиловал. Он был обуреваем страстью, одержим страстью. Но там не было любви. Я вам хочу сказать, я вам сразу хочу сказать, сестры, особенно, если мальчик, с которым вы хоть как-то начали там общаться, вдруг протягивает ручки, то обнимать вас, то за ручку, то за ножку. Понимаете, любовь не оскорбляет. Любовь не оскорбляет. Любовь не оскорбляет. Это однозначно. Это грех. Если парень толкает вас на грех, а есть парни, которые предлагают вступить в интимные отношения, и угрожают, я тебя брошу. И девочка плачет, боится Бога, но теперь он бросит меня. И она соглашается. Это просто посеять проклятие во всю свою жизнь. Я привожу пример. Мне нравятся эти слова. У Шекспира Санет, один четверостище, такое записано. Как осуженный, обречен тебя при всех не узнавать, и ты принять не можешь мой поклон, чтобы не легла на честь твою печать. А современные парни пятнают. Это моя рука. Тогда ему ляпаса нормального. Это нормально. Это грехник смерти. Не позволяй. Не позволяй. Не позволяй. Если ты девушка, боящаяся Бога, не позволяй, чтобы так с тобой вели. Не позволяй. Это не принесет. Этот парень тебя не сильно будет уважать. Этот парень не будет уважать. Он будет знать, что с этой легко. Хочешь позажиматься, он иди, Люся готова. И такое бывает иногда в христианстве, страшное. Этот мир разлагает. Но думаем ли мы о будущем? Мы думаем ли о будущем? Страсть высушивает. Бесы, переживания, ревность, мороз. Все время мучения происходят. Девочки просто теряют репутацию. Они готовы бросаться любому под ноги. Они готовы, особенно тот, что им нравится. Развязанность, раскованность. Парни теряют голову, калечат судьбы, добиваются своего и бросают и уходят. И я хочу сказать, это то, что дьявол сегодня делает с молодежью. Нам нужно быть теми, которые бодрствуют над собой и держат себя. Всякая называется духомания такая. Мне Бог открыл, ты будешь моим мужем. Ну, самое проще сказать. Я в таких случаях, я прошел в одну церковь, там пастора не было, и меня поставили за него ответственным на время. И один паренек, там, братишка, я сразу его засек. Такой улыбается, такой милый. И он так говорит, мне Бог открыл, что я должен быть здесь пастором. Я говорю, да? Говорит, да. Говорит, ты так близок с Богом. Говорит, да. У меня есть нужда. Поможешь? Говорит, да, с удовольствием. Говорю, попроси, пожалуйста, Господа, пусть он и мне откроет, что ты здесь пастором должен быть. Даже в случае с моей мамой два было, а она получила, и пастор получил. Поэтому здесь вопрос такой, не надо, Бог мне открыл, не ловись. Хорошо, я буду молиться, все нормально. Все, что движется под страхом, имеет проклятие. Из-за того, что девушка боится остаться одной, часто она бросается в первые попавшиеся руки. Некоторые уже в 19 лет боятся остаться одной, выходят замуж за неверующих, не думая о последствиях. Надо еще ребенка родить, надо еще его воспитать, а папа учит в карты играть. И маму называют плохими словами, и учит, скажи маме, что она такая. Это страшно, это страшно. Где вера, там нет страха, а где страх, там нет веры. Это важно понять. Мы доверяем Богу, двигаемся. Двигаемся. Не надо никакие загадки загадки загадывать. Существует история, ее рассказывали на свадьбах, что парень загадал, что та, которая нальет мне полстакана чая, это и будет моей. И все же сестры, сестры вообще, у меня все время проблема с этими марфами нашими. Просишь, мне чуть-чуть половинку, мне чуть-чуть, насыпай такую гору. А если еще это парень, и девушка, еще не замужем, и парень ничего с собой видом, ну какая, у какой рука повернется налить полстакана чая. Все наливают, полный он уходит. Потом пришел, одна налила полстакана чая. Он возрадовался, сделал предложение, а потом узнал по жизни, что она риняха, неряха, ленивая, непослушная. Он говорит, как же ты тогда меня послушалась? Он говорит, кто там послушался? Тот чай стоял три дня уже, жалко выливать было остатки. Клиент нашелся. Все эти загадки нельзя делать. Птичка попьет водичку, я сделаю предложение. Нет, мы верующие, мы доверяем Богу и доверяем Его откровению. Если ты с этим согласен, скажи громко аминь. Мы уже говорили, этот образ старой девы, дух самосожаления, пристальное разглядывание в зеркало. Это вообще, это не то, это не наше. Мы радостные у Бога, мы не половинка. Минимум, что я могу сказать, о половинке. Это одно ухо, один глаз. Но у нас два уха, значит, не половинка. Секрет Божьей тайны состоит в том, это не тайна, если 0,5 плюс 0,5 будет сколько? Единица. Божья тайна заключается в том, что 1 плюс 1 равно 1. Иисус не был женат, но он же не был половинкой. Он был целой личностью. И ты, брат, сестра, не женатый, ты не половинка, ты недоделанный, не то какой-то, ты настоящий, цельный, Божий человек. Ты просто призванный, призванный Богом. И стой на этом, стой на этом и не сдавайся и на какие глупости и на какую ложь. Мы должны понимать, что просить у Бога это всегда безопасно, потому что Бог, она знает все. Я иногда думаю, я думаю, смотрю на свою жену, смотрю на свою жену, насколько я бы на ее месте уже такого уже наверное колотушкой колотил бы. Но я вечно забуду, где моя рубашка. Я вот сейчас тут страдаю. Она все так, иногда я думаю, нет, я все равно найду рубашку в этом шифонере, все равно найду. И проходит полчаса, я говорю, Лена, я не могу найти. Проходит, вот же она, Боже мой, ну что такое. Бог знал, Бог знал, что мне нужна такая, которая спокойна, которая не придет, не скажет, у тебя что, глаза повылазили, ты что? Бог знал, что она спокойна, Бог знал, она с улыбкой, она недавно была такой, я ищу, тебе помочь? Я говорю, я сам. Говорит, ты там уже справился, я говорю, не мешай, я сам. Перерыл все, вытащил все, из шифонера, а она сзади на гладильной доске лежала. Бог знает, какая тебе надо, Бог знает, какое тебе надо, Бог реально знает, кто тебе надо, когда мы доверяем Ему. Мы можем ошибиться, нас продиктовали, какие красивые, нет, мы можем ошибиться, но Бог знает, если мы, если мы с Богом поступаем, мы действительно поймем, мы женимся или выходим замуж за личность, личность. Слышите? Личность. Я очень быстро сейчас пройду самые главные пункты, как правильно выбрать, быстро пройду, потому что наше время идет. Первое. Знать библейское значение брака. Что я имею в виду? Знать библейское значение брака. Я имею в виду, что мы должны, исходя из Библии, знать, что такое брак. Это союз одного мужчины и одной женщины зарегистрированы в соответствующих органах и благословленной церковью. Следующее, что мы об этом должны знать? Мы должны знать о том, что брак это обязательство на всю жизнь. Наши молодые, которых я венчаю, они говорят, я обещаю тебе быть верным тебе, разделять с тобой радость и горе, быть с тобой рядом в беде, и в тревоге, и обязательно говорят, пока смерть не разлучит нас. Очень многих людей это сокрушает, потому что приблизительно и в ЗАГСах такое говорят, но там нету этого ответственности перед Богом. Бог ценит обещания. Иклисиастам, пятая глава, написано, что обещал, исполни, что обещал, исполни. Люди в этом мире дают обещания, и они не исполняют. Мы должны знать о том, что в христианском браке не существует слово развод. Слышишь? Не существует. Не существует. Его надо сжечь, никогда им не шантажировать друг друга. Никогда. Нет. Потому что развод это трусость, это бегство, это воспользоваться. Любая ссора, я разведусь. Нет. Мы не разводимся. Это грех. Да, нам, пасторам, приходится решать эти вопросы, когда приходят разведенные, когда в церквях существуют эти, это жуть, разводы. Это отдельная тема, что Библия говорит о разводах. В принципе, Библия каждому человеку, который делает шаг к тому, чтобы развестись, говорит, или примириться, или оставаться так. Но мы же разводимся, чтобы еще раз попробовать. И притягиваем свой брак всех-всех жен. В браке, в котором 3-4 развода, иногда такой разговор можно услышать. Ты храпишь, как мой второй. А ты сейчас глаз получишь, как моя первая получала. Притягивают партнеров своих. Начинают сравнивать. Вот кушать ты нормально готовишь, а вот нежности у тебя не достает. Это мразь, это грех. И я просто, просто умоляю Господа, чтобы защитил каждого из вас. Никогда не испытать этого. Никогда не испытать. За исключительными только случаями. У меня есть одна семья, которая, и он развелась в прошлом, и она, они неверующие. Но они как бы, они познали одну истину. Все везде одинаково. Все везде одинаково. Я говорю мужчинам, которые иногда ступили в жизни, сделали грех, изменили. Я говорю, ну что, нашел женщину другой конструкции, да? Грех. Нам надо его бомбить. Надо просто орать, кричать, исповедаться, бежать до служителей. Похоть меня мучает, помолитесь за меня. Исповедать. И не делать это. И не делать это. Так Бог имеет брак. Иисус Христос говорит, два раза записываем, Марка 10 глава, и Матфея 19, что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. И я скажу вам, вы уже достаточно взрослые, я представляю, сколько вы много знаете. Момент сочетания. Это никогда ЗАГС подали заявление. Никогда расписались. Никогда вас даже пастор благословил. И даже не тогда, когда он сказал, объявляю вас мужем и женой. Момент сочетания, когда Бог говорит, есть. Это когда имеется первая интимная близость. Близость. В оригинале Богом задумано о том, что как и всякий завет, который Бог установил с человеком, он основан на крови. Крови там животных, знаете, крови, крови Иисуса Христа, мы знаем завет, да. Тут же брак, это завет на крови девственницы. Так Бог сделал. И там печать, и это никто, хоть 300 печатей вставил свой паспорт, не будет этого развода. Это всегда, это всегда, это всегда, навсегда сделано. Навсегда сделано. И поэтому очень важно, чтобы мы правильно выбрали, чтобы у нас не было этого. Чтобы у нас не было. Это завет, который основан. И тогда Бог сочитывает. Почему? Потому что апостол Павел говорит, а совокупляющаяся с блудницей есть одно тело. Через что? Через интимные отношения. Совокупляющаяся с блудницей есть тело. Поэтому, сестры и братья, берегите себя, храните себя, берегите, чтобы однажды перед алтарем вы стали чистыми. Потому что 13 глава евреям говорит, брак ваш да будет честен и ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит Бог. У нас есть семья, которая вступила в интимные отношения после помолвки. Была семья. Была семья. Они обманули. Они обманули. Они потом на свадьбе стояли. И я их спрашиваю. Они обманули. Сегодня у него уже 4 за плечами свадьбы. Она с каким-то старым мужиком живет. Непонятно, который по счету. Оба грамотные, оба стоматологи. Жизнь под откос пошла. Потому что нарушили Слово Божие. Нам нужно решить библейское значение брака. Изучайте его. Изучайте. Сестры, написано повинуйся своему мужу. Это трудно. 3 глава Бытие, 18 стих говорит, и к мужу твоему влечение твое он будет господствовать над тобою. Столько в жизни я вижу, когда жена пытается покорить мужа. Ну, пустить по плинтусу парня. Любыми. Истерика, молчание, манипуляции всякие. Библия говорит, что это будет. Статистика говорит, в среднестатической семье от от трех до пяти лет идет эта борьба. А Библия учит. Брак, это жена повинуется мужу. Второе. Все хотят жениться на правильном человеке. А сам кто задумается, а правильный ли я? И поэтому надо задуматься, насколько я правильный. Насколько я правильный. Мы ищем надежного партнера. Насколько я правильный. Что из этого исходит? Иметь личное отношение с Богом. Хорошо, что вы умалены. Здесь это нормально выстраивается. Научиться бескорыстной любви. В этом мире существует ты мне, я тебе. Но в браке иногда не будет. Там не стоит ты мне. Я тебе даю, потому что я люблю. Я тебе кофе принес, потому что я тебя люблю. Я тебе сделал это, потому что я тебе сделал. Я постирал тебе рубашку твою, я так тебя люблю. Это все должно быть. Бескорыстной любви до брака научиться. Делать добро, не ожидая взаимности. Делать добро, не ожидая в ответ. Бог воздаст. Быть счастливым, холостым. Я уже говорил, ты не половинка. Тебе достаточно твоего статуса, чтобы быть счастливым. Будь счастливым. Потому что, когда говорят, я хочу вступить в брак, потому что одиночество замучило. Я вам сегодня говорю, миллионы людей сегодня находятся в браке и есть одинокими. Слышите? Одинокими. То, что ты принесешь в свой брак, это и будет. Поэтому стань счастливым в Иисусе Христе. Стань радостным, служи Богу всем сердцем. Павел говорит, замужня заботится, как угодить мужу, а не замужня заботится, как угодить Господу. Угождай Господу всей своей жизнью, и тебе не будет скучно. Брак не убежище, от одиночества. Это место максимальной отдачи. Миллионы женятся и остаются. Тебе нужен спутник. Следующий пункт. Обратись к Богу, чтобы Он дал тебе единственного того, который от Него. У вас волосы на голове сочтены. Брак – это очень серьезно. Не надо искать в приметах никаких подтверждений. Просто используй, ищи Господа. Ищи Господа, и Он устроит. Вот чем состоит мудрый подход. Христианин ли он? Это важно, потому что если в своем браке ты не имеешь в виду служению Господу, ваш брак уже под угрозой. Христианин ли он? Не перейти точку невозврата. Это термин из авиации. Когда самолет, особенно летит через океан, из Европы в Америку, существует определенная точка в пространстве, перед которой проводится проверка всех систем самолета. Потому что если он эту точку пролетит, у него уже нет топлива возвращаться назад. Ему нужно по-любому только вперед. И они проверяют эту точку. И докладывают. И ставят отметку. Мы проверили. Мы идем дальше. Наша точка невозврата в нашем случае это интимные отношения до брака. Это грех всегда был и есть. Он приводит к страшным последствиям. Некоторые на всю жизнь, особенно женщины, этим страдают. Они получают страх перед интимной близостью. Потому что тот первый обычно очень часто это хлопцы почти-почти насилуют. Это хлопцы. Страх перед тем, что беременность наступит. Страх перед тем, что узнают. Страх перед тем, что это грех. Страх перед тем, все этим. И потом поженились и поженились. А интимности этой, 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 этой отношений, которые Бог дал человеку для наслаждения, мы читаем притчи 5 глава и Экклесиаста 9 глава, нету. Потому что у женщин это вызывает жуткий страх. Жуткий страх. Не перейти точку невозврата. Не перейти. Отказаться от этого. Я хочу вам сказать, объятия, поцелуи, поглаживания, петинг, раздевшись до гола вместе лежать, это все грех. Это все грех. Это возможно. После того, как вас объявят мужем и женой, и я всем молодым говорю, поберегите губки, не целуйтесь до свадьбы. Потому что я знаю много ситуаций, когда до свадьбы нацеловались, а после свадьбы уже не хочется, уже с кем-то другим хочется. Храните себя. Если вы собираетесь служить Богу в своей жизни, если вы мечтаете о ваших детях, которые будут славить Бога, храните себя. Дети, храните себя в чистоте. Храните. Мы можем людей обмануть, можно пастора обмануть, такого, как я. Трудно, но можно. Но Бога нельзя. Слышишь? Бога нельзя. Себя нельзя обмануть. Храните себя. Убедитесь, что знаете Его. Не просто поверхностно. И не надо в душу лезть, не надо открываться друг перед другом. Посмотри, как молятся. Посмотри, когда молодежка покушала, кто первый бросается посуду убирать, а кто-то пилочку достал и шурует в ногти. Посмотрите, когда в церкви объявляют там работу какую-то, и вдруг у героя в нашего времени хронический шлангенит открывается. Так же, Бог балует, все. Вот такое и будет. Вот такое и будет. Посмотри, как он поклоняется Богу. Посмотри, как он любит Бога. Я вам хочу сказать, если парень, твой избранник, поклоняется Богу, и ты видишь, что на него, он знает, что на него ты не смотришь, и никто не смотрит, он просто падает на колени, и славит Бога, плачет, сокрушается, идет, и проповедует, и славит. Это очень большой потенциал для того, чтобы этот муж станет мужем настоящим. Убедись, убедись на работе, в понятиях, поклонении, уважайте друг друга и проверяйте. Получите Божье благословение на помолвку. Получите это. Пусть вас благословят. И в этот период, когда чуть-чуть больше и чаще приходится общаться, я советую, не общайтесь один на один, не закрывайтесь нигде в комнате. Еще друзей на всякую подстраховку с собой берите, по магазинам ходить. Будет время, будет время, потому что помолвка это еще не брак. Она может быть расторнутой. Нет ни в каком. Одна девочка подошла, свадьбу, мол, отказалась. Я первое говорю, ну так благодари Бога за то, что это сейчас случилось. Да я уже объявил, и не получилось. Слава Богу, что сейчас. Слава Богу, что сейчас, а не когда ты беременна или когда уже ребенок родится. Расславляй Бога, потому что Божий будь прекрасен. Удачный брак с тем, кого ты любишь, это величайший дар Божий. Храни чистоту твоих отношений до брака, как бесценное сокровище. Сохранив чистоту, ты поймешь, что твоя невинность это самый ценный дар, который можно предложить своему возлюбленной или возлюбленной. И если подвести итог только этой темы, которую мы прошли, это хранить себя, готовить себя духовно, быть духовно сильным, чтобы защищаться от всякого греха, свою семью, строить ее на слове, душевно, готовиться быть хозяйкой, быть хорошим семьянином, который может кран починить и розетку заменить. И физически помнить, чистоплотность и опрятность это залог успешных отношений в семье. Помнить и знать, что носки снимать надо чуть раньше, чем их уже ножницами разрезать. Помнить, что если в душ не ходишь, дезодорантом не надо пшикать, а то тараканы все в красную книгу попадут. Просто элементарные вещи. Помнить, помнить, помнить. Даже если тебя мама научила на ночь головку чеснока лупануть, попробуй потом убеди это делать и свою жену, а если она не захочет, то и сам не кушай. Помнить о простых вещах. На этом строительство не заканчивается. На этом строительство семьи только начинается. Я хочу помолиться за вас. Наше время ушло. Спасибо. 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 Я делал это с тысячами людей и сделаю сегодня и с вами. Если ты хочешь. Я хочу, чтобы вы вместе сказали такое небольшое исповедание сегодня, обещание перед Богом. Закрой глаза, можешь простереть руки, направь свои взоры духовные к небу и просто скажи, громко скажи, Небесный Отец, я благодарю тебя за жизнь, которую ты мне дал. и сегодня я обещаю хранить себя в чистоте и святости. Я обещаю убегать от всяких похотей, восстающих на душ. Я обещаю положить завет с моими глазами. Я верю, что ты проведешь меня по этой жизни. Я верю, что у тебя есть для меня супруг или супруга. И я прошу тебя, благослови меня. Дай мне пройти мой путь юношества до того момента, когда ты дашь мне стоять на своей собственной свадьбе. И я смогу подарить свою чистоту тому, кого любит моя душа. Помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь. Аминь. Давайте об этом помолимся. Отец, благодарю тебя за эту молодежь. Один ты знаешь все искушения, которые они имеют. Ты знаешь, Господи, что на их глазах происходит среди их сверстников. Ты знаешь, как их подкалывают те люди, которые прошли все возможное и невозможное. Как иногда над ними смеются, смеются над их чистотой, над их девственностью. Господь, Боже мой, ты знаешь, как дьявол стучится в сердце, и иногда они чувствуют себя неполноценными. Сегодня я молю тебя, всели в них свою чистоту больше, чем когда ни было. Дай им, Господи, бережно охранять себя. Дай им бережно хранить себя, Боже, для того однажды дня, когда их объявят мужем и женой, и тогда ты просто и зальешь свою благодать. В их супружеской спальне, Господь, покроешь все это, величайся своей благодатью и любовью. А пока этого еще нет. Дай им, Господи, развиваться в том, чтобы служить Тебе. Дай им простираться к Тебе, искать своего этого Твоего во имя Иисуса. Я прошу, защити их, Господь, благослови их, Господь. Боже, пусть Твое имя будет прославлено в их жизни. Боже, я молю Тебя, храни парней, Господь. Дай им, Боже мой, контролировать своими глазами, Господь. И правильно, Господи, использовать свои руки. Пусть не будет никакого греха, Боже мой. Благослови сестричек, Господь, не попадать в страх и не начать флиртовать, Господь. Верни их, Боже мой, в понятие, что перед Тобой скромность и стыдливость все еще добродетели. Боже мой, дай им быть скромными и смиренными перед Тобой. Я не говорю, чтобы они ходили как монашки, Господь. Ну, пусть они и не одеваются как блудницы, Боже, я прошу Тебя. Благословляю, Господь. Пусть они оценят чистоту перед Тобой, на которую приходит благословение длиною в жизнь. Аллилуйя. Слава Тебе. Благослови их в будущие браки. Благослови их в будущее, Господь Божий, жизни во имя Иисуса. Да будет имя Твое прославлено через них. Боже, я благодарю за то, что так сильно любишь нас. Я благодарю Тебя за этот вечер, Господь. Я прошу Тебя, будь с нами, а останься с нами. Мы славим Тебя и благодарим за все. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены. Я вас люблю. Записочки. Ваши записочки я почитаю сегодня на ночь и помолюсь за вас.